Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. Сколько лет было Моисею, когда он убил египтянина? И как он это сделал? В этом вопросе мы как бы объединили для удобства два вопроса. Прежде всего мы обратимся к тексту из книги «Исход», 2 глава, 11 и 12 стих. Здесь сказано следующее. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. На самом деле есть некая сложность в этом тексте. Во-первых, не говорится возраст Моисея. Потом вот эта фраза, посмотрев туда и сюда, он принц Египта, он даже мог стать фараоном, он пришел в еврейское гетто посмотреть, как живут его братья. И для того, чтобы покарать египтянина, все египтяне были рабами фараона. Мы помним, как в одни Иосифа Премудрого, Иосифа Прекрасного, они все заложили себя в рабство фараону. Ему, как принцу Египта, не требовалось смотреть туда и сюда. Но что может означать это уточнение? Считается, что пророческий дар проявился у Моисея очень рано. И вот эта фраза, посмотрев туда и сюда, имеется в виду, посмотрев в прошлое этого человека и в возможное будущее этого человека, если он останется жив, ничего хорошего Моисей не увидел. Поэтому он убил египтянина и скрыл его в песке. Но какой был его возраст? Теперь мы открываем другой текст. Это книга «Деяния святых апостолов», 7 глава, 20-23 стих. Это проповедь архидиакона Стефана. «В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына». Вот вы видите, он был не просто игрушкой в руках дочери фараона, а как сын, то есть по статусу как наследник фараона. «И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, вот здесь называется его возраст, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых». А какая разница, сколько ему исполнилось лет? Почему нас это волнует? Дело в том, что в самом Ветхом Завете нигде не сказано, что ему было 40 лет, когда он вышел посмотреть, как живут его братья. Это означает, что архидиакон Стефан знает древнее предание своего народа, предание Ветхозаветной Церкви. В Церкви, как в Ветхозаветной, так и в Новозаветной, всегда сохранялись и сохраняются два источника. Это Священное Писание и Священное Предание. И хотя в Ветхом Завете не сказано, что ему было 40 лет, но отталкиваясь от известных преданий, архидиакон Стефан говорит то, что он и говорит. Но мы совместили этот вопрос с другим. А как же он убил египтянина? Считается, что он убил его таинственным образом. Он не бил его там камнем по голове, он просто произнес имя Божие непроизносимое, и язычник мертвым рухнул на землю. Если бы этот египтянин был бы праведным, то он бы не рухнул бы на землю. А если христианские источники? Да, это Климент Александрийский, Страматы. Мы здесь находим такое повествование. Эвполем в произведениях о царях иудейских говорит, что Моисей был первым мудрецом и первым дал иудеям письменность, которую от иудеев заимствовали финикийцы, а от финикийцев греки. Достигнув возраста мужей, он устремился мыслью к постижению своего отеческого наследия. То есть он изучал закон Божий. «Пока не убил египтянина, несправедливо напавшего на еврея. А посвященные в таинство, пишет Климент Александрийский, говорят, что он одним словом убил египтянина. Так же, как позже апостол Петр в деяниях апостолов убил утаивших цену земельного участка и солгавших». То есть тоже одним словом. А вот что пишет Амбросий Медиаланский о этом убийстве египтянина? Это его трактат о Каине и Авеле. В самом деле Моисей убил египтянина и бежал из земли египетской, чтобы избежать преследований правителя той земли. А мы уже с вами выяснили, он принц. Кто бы его стал гонять за то, что он убил какого-то надзирателя? Дело не в том, что он убил, а дело в том, как он это сделал. Тот, кто может убить словом, представляет угрозу для всех, в том числе и для фараона. Ну вот, что интересно, пишет Амбросий Медиаланский. «Но не раньше он убил этого человека египтянина, чем истребил в самом себе египтянина духовной пагубы и отказался от блеска царских почестей». То есть важно было для него сначала в себе самом убить египтянина. Важно ему было в себе самом убить египтянина. Это сделать. И я помню, когда несколько лет назад, почти 15 или 20 лет назад, я издавал в аудиоформате лекции на книгу «Исход», то я сделал такой интригующий подзаголовок «Убей в себе американца». О чем это? Как Моисей убил в себе египтянина, так и мы должны умертвить в себе то, что не соответствует идеалам нашей веры. Такой стиль жизни, я имею в виду, конечно, не религиозных американцев, а Америку Голливуда. Ту Америку, с которой не соглашаются и сами христиане Америки. Когда мы перенимаем их образ, стиль разговора, когда мы подражаем этим кривляющимся актерам и актрисам, это недопустимо. И каждый человек знает, какая цивилизация опасная для христианской души доминирует в его поколении. И каждый из нас должен стремиться, чтобы обрести свободу в себе самом, умертвить собственного египтянина. Для того, чтобы, освободившись от пристрастий, служить чистым сердцем Богу и только Ему. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok